хотите быстро и правильно решать квадратные уравнения чтобы у вас никогда не было проблем с такими заданиями нужно хорошо научиться определять коэффициенты уравнения и запомнить несколько формул квадратным называют уравнение вида а x квадрат плюс bx плюс c равно нулю где x это переменная a b и c некоторые числа их называют коэффициентами уравнения причем заметьте что не равно нулю потому что если а будет равно нулю то произведение 0 на x квадрат будет равно нулю и уравнение из квадратного превратится в линейное в уравнении а называют первым или старшим коэффициентом b вторым коэффициентом число c свободным членом например минус 4 x квадрат плюс 2 x минус 1 равно нулю в этом квадратном уравнении первый коэффициент равен минус 4 2 2 свободный член минус 1 для того чтобы запомнить коэффициенты потребуется некоторое время до того как вы их запомните советуем вам записывать их прежде чем решать уравнение давайте еще раз попрактикуемся с коэффициентами x квадрат плюс x минус 4 равно нулю первый коэффициент равен единица внимание если около переменной не записано никакое число то коэффициент равен единица ни в коем случае не ноль такие ошибки встречаются очень часто смотрите если 1 умножить на x квадрат будет x квадрат а если 0 умножить на x квадрат то произведение равно нулю следующий коэффициент b равен одному и свободный член c минус 4 с коэффициентами разобрались пришло время запомнить первую формулу b квадрат минус 4 от c значение этого выражения называют дискриминантом квадратного уравнения от знака дискриминанта зависит существуют ли корни квадратного уравнения и сколько их если дискриминант меньше нуля то квадратное уравнение корней не имеет если дискриминант равен нулю то уравнение имеет один корень он равен минус b разделить на 2 если дискриминант больше нуля то квадратное уравнение имеет два корня x 1 равняется минус b плюс корень квадратный из дискриминанта разделить на 2 x 2 равно минус b минус корень квадратный из дискриминанта разделить на два. Сначала эти формулы вам могут показаться слишком сложными, но присмотритесь к ним, они отличаются только одним знаком. Вот и вся теория. Запомнить ее будет легче, если вы вместе с нами решите несколько уравнений. Мы рассмотрим уравнение из школьного учебника. Возможно это поможет кому-то выполнить домашнее задание. Решите квадратное уравнение. Х квадрат минус 4х, плюс 3, равно нулю. Запишем сначала его коэффициенты. А равно 1. b минус 4. Сразу запишем коэффициент минус b. Он равен противоположному числу, 4. Коэффициент c равняется 3. Теперь находим дискриминант. d равно b квадрат, минус 4ac. Подставляем в формулу соответствующие коэффициенты. Минус 4 в квадрате минус. 4 переписываем из формулы. Вместо а ставим единицу. И вместо c записываем тройку. Внимательно находим значение выражения. 16 минус 12, равно 4. Дискриминант больше нуля, поэтому уравнение имеет два корня. Запишем формулы корней квадратного уравнения. Найдем первый корень уравнения. Вместо минус b подставляем 4. Дальше по формуле. Плюс корень из дискриминанта, то есть корень из четырех. И делим все это на 2 умножить на 1. Корень из четырех 2. Вычисляем. 6 разделить на 2 будет 3. Первый корень уравнения равен трем. Второй корень уравнения находим аналогично, только перед квадратным корнем из дискриминанта ставим знак минус. В числителе дроби получили. 4 минус 2. 2 разделить на 2. 1. Ответ. Уравнение имеет два корня. 3 и 1. Записываем второе уравнение. На этот раз нажмите на паузу и попробуйте самостоятельно записать коэффициенты уравнения. Что ж, давайте сверим коэффициенты. Теперь записываем формулу дискриминанта. b квадрат минус 4 от c. И подставляем в нее соответствующие числа. Минус 6 в квадрате. Минус 4 умножить на 1 и на 11. 36 минус 44 будет минус 8. Дискриминант меньше нуля. Поэтому данное уравнение не имеет корней. Решим еще одно легкое уравнение. Коэффициенты записывайте самостоятельно. Прекрасно. Теперь записываем формулу дискриминанта и подставляем значение коэффициентов. Минус 4 в квадрате. Минус 4. Умножить на 1 и на 4. Вычисляем. 16 минус 16. Дискриминант равен нулю. Следовательно, уравнение имеет один корень. Находим корень уравнения по формуле. Минус b делим на 2. 4 разделить на 2 равно 2. Ответ 2. И напоследок давайте решим уравнение посложнее. Записывайте. Минус x квадрат минус 8x плюс 12 равно нулю. Начинаем с коэффициентов уравнения. С этим вы уже легко справитесь самостоятельно. Находим дискриминант по формуле. b квадрат минус 4 от c. Минус 8 в квадрате. Минус 4 умножить на минус 1 и на 12. Вычисляем. Дискриминант равен 112. Дискриминант больше нуля, поэтому уравнение имеет два корня. Для удобства сначала найдем квадратный корень из 112. Для этого разложим его на множители. 7 и 16. Корень из 16 и 4. Итак, корень квадратный из дискриминанта равен 4 корней 7. Записываем формулы для нахождения корней уравнения. Подставляем соответствующие числа. x1 равняется 8, плюс 4 корня из 7 в числителе дроби. И 2 умножить на минус 1 записываем в знаменателе дроби. Вычисляем всю эту красоту. В числителе 2 выносим за скобку и делим на минус 2. Перед скобкой у нас минус. Поэтому внимательно раскрываем скобки. Первый корень уравнения равен минус 4, минус 2 корня из 7. Найдем x2. Эта формула отличается только знаком перед корнем из дискриминанта. Подставляем минус 4 корня из 7. Второй корень уравнения равен минус 4 плюс 2 корня из 7. Поскольку ответы отличаются только знаком, то можем их объединить. x1 и 2 равны минус 4, плюс минус 2 корня из 7. На сегодня закончили. Отлично справились.